Дорогие зрители, мы находимся в Институте географии Академии наук и беседуем с Андреем Валерьевичем Паниным, заместителем директора Института, заведующим отделом палеогеографии четвертичного периода, членом-корреспондентом Академии наук. Андрей Валерьевич, здравствуйте! Вы всю жизнь в науке занимаетесь наукой палеогеографии. Что это за наука? Ну, это география прошлого. Если современная география изучает распределение по поверхности планеты, живых организмов, горных пород, почв, какой где климат, то палеогеография изучает то же самое, только в прошлом. Какой был климат, какая была растительность, где были моря, где были ледники. Тысяча, десять тысяч, сто тысяч лет назад и так далее, вплоть до сотворения Земли. Единственное, что нужно здесь сказать, что в палеогеографии есть как бы два больших блока. Наш период, которым мы занимаемся здесь в институте, это самый последний, он называется четвертичный. Это последние чуть больше, чем два с половиной миллиона лет. А перед этим еще четыре с половиной миллиарда лет у нас в предыдущей истории. И вот это вот как бы другая палеогеография. Если наша палеогеография, палеогеография четвертичного периода, последнего, она больше наука географическая, то палеогеография до четвертичная – это наука геологическая. И это вот вы найдете специалистов по этой науке в соседнем переулке, в геологическом институте. Почему так? Почему здесь географы этим занимаются, а там уже геологи? Почему так? Потому что все, что происходило в четвертичном периоде, в последнем, мы, собственно, продолжаем в нем жить, оно в значительной степени имеет свои аналоги в современной природной среде. В значительной степени, но не на 100%, конечно. Четвертичный период и был выделен, был такой классик геологии Чарльз Лоэль. И он во второй четверти XIX века, в одном из своих трудов, он как раз выделил, этот период назывался плестоцен, это сейчас большая часть четвертичного периода, по принципу того, что 90% организмов, которые встречаются в скобаемом состоянии, имеют современные аналоги. То есть, они живут и сейчас. То есть, это как бы современный, называется плестоцен, это и есть в переводе современный период. Соответственно, изучая полеогеографию четвертичного периода, мы можем использовать аналоги из современной природной среды. Так вот, те, кто занимаются четвертичным периодом, они вынуждены иметь дело на 90% с континентальными образованиями, то, что на континенте. И континентальные отложения, они обладают большой мозаичностью. Это пятнышки такие. Вот здесь вот озеро, здесь вот ледник. Когда же мы уходим вглубь веков, то, так сказать, геологи уже до четвертичные, они, наоборот, на 90% занимаются морскими отложениями, которые распространены морскими породами, которые распространены на огромных площадях. И вот ты где-то изучил строение разреза неогеновых или меловых, или каменноугольных пород, и ты можешь распространить это на большие пространства. Ну и вот здесь специфика определенная, довольно значительно существует. Вообще говоря, люди не часто даже перетекают из одной геологии и палеогеографии с четвертичной в до четвертичной и обратно. Когда они перетекают, там сразу видно, приходят люди со своими стереотипами. Это мешает? Это мешает, конечно. Что вообще, с какими стереотипами вам довелось столкнуться и их разбить? Ну, я не возьму на себя смелость говорить, что я что-то разбил. Ну, вот, например, стереотип я могу привести. Вот, например, стереотип, как раз пришедший к нам из древней, скажем так, геологии, о повсеместности тектонических движений, движений земной коры. Когда поднимаются горы, опускаются впадины, они заполняются какими-то отложениями, все это потом сжимается, сминается в складки. Значит, вот движения земной коры абсолютно глупо, так сказать, пытаться спорить, что они были. Конечно же, уже то, что мы видим горы на земле, это, конечно, результат тектонических движений. Но в голове у людей это еще со времени прочтение имя школьных учебников географии. Там так написано. Представляют себе, что если есть горы, то вот они сейчас и продолжают подниматься. И можно разделить, например, высоту гор на их возраст, получить скорость подъема, и ты узнаешь, с какой скоростью они поднимаются сейчас. Или если ты на какой-нибудь равнине, как наша, восточноевропейская, увидишь какую-нибудь возвышенность, то это, конечно же, тектонические поднятия ее образовали. И она продолжает подниматься сейчас. В чем здесь заключается стереотип? В том, что, конечно, в масштабах времени миллионов лет действительно эти движения происходят. Но в тех масштабах времени, которыми мы занимаемся, а это тысячи, десятки тысяч лет последние, может быть, сотни тысяч лет последние, это нужно доказывать в каждом конкретном случае. Потому что есть много признаков, например, что современные высокие горы поднялись когда-то. А сейчас они подниматься прекратили. Сейчас горы на земле уже не растут. Я не могу сказать, за все горы на всей земле. Понимаете, какая штука. Но вот многие, тот же Урал, например, или Теньшань, например, там есть много, или горы северо-восток Сибири. Есть много признаков, говорящих о том, что в последние, ну, например, десятки тысяч лет, вот, скажем так, скромно, вот, эти горы уже не поднимаются. Если же говорить, например, о нашей восточноевропейской платформе, платформа – это вообще геологически устойчивый участок суши. Конечно, на ней мы видим, геологи при геологическом кортировании нашли много тектонических форм. Там, там, московская синеклиза, так называемая, вот, на краю которой мы сейчас с вами сидим. Или, значит, воронежская антиклиза, южнее это будет, среднерусская возвышенность современная. Вот. И тогда, скажем так, человек со стереотипами, или человек поверхностно-мыслящий, он говорит, ага, значит, это синеклиза, значит, сейчас все это продолжает опускаться. Вот. А там эта антиклиза, нарисованная на тектонической карте, значит, продолжает подниматься. Не учитывая только, что все это формы палеозойские, вообще говоря. Это формы, которые когда-то были активны, но это были десятки и даже первые сотни миллионов лет тому назад. Вот. А чтобы доказать, что какой-то участок земной коры поднимается в последний или опускается в последние, например, 10 тысяч лет, а это современная климатическая эпоха, голоцен, так называемая, вот, последний, там, почти 12 тысяч лет, да, вот, чтобы... Это нам важно очень понимать, да, вот, как себя ведет земная кора. Почему нам важно все это понимать? В это время, сейчас скажу, вот, это нужно в каждом конкретном случае, и это очень сложная, оказывается, исследовательская задача. Значит, мы не можем переносить то, что мы знаем про последние, например, там, 30 миллионов лет, что Урал поднимался. Мы не можем автоматически переносить это на последние, например, 10 тысяч лет, говорить, что он и сейчас продолжает подниматься. Вот. Вот это вот, например, такой стереотип, который... Вот, с которым приходится бороться, и даже среди хороших специалистов, ну, которые не этим конкретно занимаются, но вот это вот настолько въелось. И, ну, и вот еще, значит, что касается тектонических движений, вот, пожалуй, вы спросили, что там, с чем я борюсь. Вот я борюсь с таким, сказать, бездоказательным объяснением того, что мы видим с помощью тектонических движений. Вот, потому что, вот, археологи меня научили такой шутке, если ты что-то нашел, какой-то артефакт, и не понимаешь, что это и для чего, значит, это, видимо, предмет культа. Вот. Вот. В нашей науке примерно то же самое. Если ты что-то не можешь объяснить, то, значит, это тектоника. Применяют люди для объяснения, значит, каких-то явлений, движения земной коры, просто априори, предполагая, что они должны же быть, да, вот такой, они должны же они быть, вот, а вот совсем не обязательно. И все-таки давайте ответим на вопрос, почему важно все это изучать. Это важно изучать, значит, ну, рельеф земной поверхности, геоморфология важно изучать, потому что мы на этой поверхности, значит, живем, строим, пашем ее, вот, и, соответственно, это ее устойчивость, стабильность этой поверхности, вот, она имеет первостепенное значение, просто для жизнедеятельности человека. Для чего? Это, вот, что касается геоморфологии, вот, потому что невозможно геоморфологию, вот, палеогеография четвертичного периода, вот, оторвать все события, которые происходили в прошлом, они имеют выражение в современном рельефе, и наоборот, если ты хочешь объяснить какие-то, значит, неровности рельефа, ты должен заглянуть в историю, посмотреть, что же происходило в прошлом. Вот, поэтому я тут не смешиваю два разных, две разные дисциплины, их просто невозможно разорвать. Если же говорить о том, зачем нам изучать историю природной среды, да, это интересный вопрос, это может показаться, что это довольно абстрактная вещь, которую, в общем, ну, известная шутка же, вот, по-моему, это академик Арцемович, известный физик сказал, что, что такое наука, это способ удовлетворить собственный интерес за государственный счет, вот, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, потому что, на самом деле, ученые, вот, они часто-то не думают никакой пользы, им просто интересно. А вот из-за этого интереса уже возникает польза для общества, понимаете, винить тут нельзя никого в этом. Так что может возникнуть действительно впечатление, что это все сугубо игра ума, вот, удовлетворение интереса исследователей. Но это не так? А это действительно интересно, я потом могу рассказать, насколько это интересно, может быть, кто-то из молодых читателей привлечет. Давайте, расскажите прямо сейчас, насколько это интересно, а потом уже скажите, насколько это практично. Хорошо, договорились. Вот многие любят детективы, где по каким-то обрывочной информации, да, значит, следователь, специалист, криминалист должен восстановить историю произошедшего, да, прошел алкохол, самочитание, много-много там разных вот такой жанр, но фактически палеогеография – это вот такой детектив в области науки. Когда мы по немногим квантам информации, которая осталась от прошлого нам, да, значит, во-первых, нужно эти природные архивы, как мы их называем, еще найти, да, нужно их уметь изучить, извлечь из них эту информацию. Потом из этой информации, из этой записи, да, восстановить картину прошлого. Вот фактически это вот та же самая работа детектива, только вот в этой конкретной области. Это очень интересно, потому что выплывают какие-то события, о которых никто не знал, да. У нас такие маленькие открытия, большие открытия, конечно, редко бывают, но маленькие открытия у нас случаются сплошь и рядом. То есть мы постоянно, значит, получаем информацию какую-то, узнаем о каких-то событиях прошлого. Расскажите о последних примерах. О которых никто не знал. И вот это вот очень интересно, захватывает действительно. Например, вот есть тоже такой стереотип, что четвертичный период, он отличался очень большой вариабельностью климата. Это чередование очень холодных эпох, которые называются ледниковыми, потому что наступали, разрастались ледники. И теплых эпох, которые называются межледниковыми, когда ледники, значит, сокращались, но не до конца. Мы сейчас живем в таком межледниковье. Ну и вот существовал, например, стереотип, что ледниковые эпохи были не только холодными, но и сухими. Потому что океан покрывался льдами, температура понижалась, значит, испарений было меньше. Соответственно, меньше переносилось влаги на сушу, меньше выпадало в виде осадков. Вот такое слово. Ну и это, собственно, видно и в древней растительности, которую мы можем определить известными нам способами. А неожиданно, вот когда-то это, не могу сказать, что это прям такое большое открытие всемирного значения и очень свежее, но где-то еще в 90-е годы мы с коллегами начали, когда большое распространение получили аэрофотоснимки, космические снимки, мы обнаружили, что, например, в долинах рек присутствуют следы огромных по размерам русел. Сейчас речка, например, шириной 50 метров, то в те времена она была 250 или 300, или даже больше. Это не говорит в пользу сухости климата. Совершенно верно. Это говорит о том, что у нее ночь был больше сток. И видно, что это вот такие же излучины рек, такие же формы, как мы сейчас видим, которые также смещались, развивались, то есть по всем законам русловых процессов, только в разы больше, чем в современной реке. И сразу возникает вопрос, откуда вода. Ну, во-первых, вопрос об их возрасте. Оказалось, что у них возраст такой вот до начала современного нашего межледника, где-то 13-18 тысяч лет назад, вот так. То есть сразу после пика последнего оледенения, который считается был около 20-22 тысяч лет назад, пик холода на земле, вот сразу после этого неожиданно реки нашей южной половины, восточноевропейской равнины, включая Подмосковье, вот у них такие гигантские реки. Потом, как потеплел климат, они сразу реки уменьшились, иссохли, что называют. И иссохли, они стали как современные. И вот это вот, надо сказать, нас это очень поразило. Такие случаи описывались и раньше. Ну, считалось, что есть механизмы, когда река может сильно увеличить свой сток. Например, она может перехватить соседнюю реку. Или, например, соседняя река ее перехватила, и в нашей реке из-за этого уменьшилась площадь бассейна, и она, соответственно, стала меньше. Или, например, в прошлом какие-нибудь прорывы ледниковых озер, например. Были же леднения, вот пытались объяснять вот это все прорывами ледниковых озер. Но не получается, уже они повсеместны в бассейнах, которые никак не связаны были с оледенениями. Совершенно. И получается, что это какой-то климатический сигнал. Или ландшафтно-климатический. У нас недавно был большой проект совместно с Институтом водных продуктов, где мы пытались понять, это же гидрологическое явление, то есть связанное со стоком воды по земной поверхности, как это все получается. Вот выяснили, что значительно место в этом играла, например, вечная мерзлота, которая не давала фильтроваться воде. Соответственно, вода больше стекала по поверхности, чем фильтровалась. И вот это давало больше речной сток. Вот такой механизм. По-видимому, больше было атмосферных осадков, но климатологи пока в своих моделях не могут нам эти осадки дать. То есть это такое явление, которое пока еще до конца мы не поняли как. Но сам факт, что реки были значительно полноводнее, чем сейчас, мы посчитали, что Волга была в это время в два раза более многоводна, чем сейчас. И этим можно объяснить, например, в самую большую четвертичную периоду, самую Великую Хвалынскую трансгрессию, так называемую. Когда Каспийское море разливалось и подымалось примерно на 80 метров выше, чем оно сейчас. Раньше, чтобы это объяснить, привлекали сток ледниковых вод. На севере ледники подпруживают реки там, которые текут на север. Печора, Северная Двина. Там разливаются озера, эти озера переливаются через водоразделы и наполняют Каспий. Вот сейчас, пожалуйста, вот эта причина мы же показали. А сейчас какая? Ну вот мы показали, что вот эти большие реки, что реки были многоводнее. И если Волга в два раза была более многоводной, этого хватает, чтобы заполнить Каспий. И обратно, если говорить о продвижениях, скажем так, в нашей области. Вот это был стереотип о том, что в последнюю ледниковую эпоху вдоль края ледника существовало огромное количество крупных, больших озер. Это была, так сказать, просто концепция такая, парадигма. Вот эти озера и в Каспий переливались, и людям не давали там перемещаться. Вот мы потихонечку последние лет 15 все эти пытались озера изучать и выяснить, что их не было. Значит, не было таких крупных озер. Озера были, но гораздо раньше во многих местах, так сказать. Не 15 тысяч лет назад, а 150 тысяч лет назад, например. Вот где-то озер вообще не было. За озерные отложения принимали то, что ветер надул, так называемые иоловые отложения, иоловые осадки. Вот, как вот в северных наших бассейнах. Ну, а это почему важно? Во-первых, вот мы... Да, давайте теперь про практичность вашей науки. Почему это важно? Ну, вот я начал уже говорить про Каспийское море. Много сейчас занимаются Каспием. И наши, надо сказать, зарубежные исследователи занимаются Каспием, потому что он в 20 веке Каспий дал. Много причинил хлопот. Вот, значит, уровень Каспия в начале 30-х годов быстро упал. Вот, но там не до этого было. Вот, потом война. Он продолжал падать, потом медленнее, но продолжал падать. А потом в 60-е годы спохватились, а он уже упал на 3 метра по сравнению с началом века. И это, в общем, значит... Ну, где-то были, например, порт обсыхает. То есть, это значительный ущерб. Такое море на километры могло из-за этого уйти, так сказать, какого-нибудь санатория, который был раньше на берегу. То есть, это значительный ущерб. И, соответственно, тогда же возникла идея с переброской стока северных реев, против которой выступила общественность экологическая первая. Может быть, такое общественное движение, общее, национальное было. Так сказать, рост сознания людей, их субъектности, так сказать, тоже это важно. Но главное, что, значит, вот пытались понять причины этого и решили, что причины в том, что понастроили водохранилище в бассейне Волги, изъятие стока. Вот, соответственно, вот это антропогенная причина. А значит, что? Она же никуда не исчезнет, значит, дальше будет продолжать Каспий падать. Вот такие были прогнозы. А значит, как можно это поправить? Только перебросить дополнительный сток. Вот начали каналы копать уже, чтобы из северных рек, из наших перебросить сюда. То же самое с Аралом пытались, с Аральским морем, значит, тоже были такие же проекты. Вот. И вот, собственно, а потом неожиданно вдруг в 1978 году Каспийское море прекратило падать, стало подниматься. Почему? Вот. И вот на вопрос, почему, ответил, значит, замечательный исследователь, который, к сожалению, уже ушел из жизни, профессор Московского университета Георгий Иванович Рычагов. Вот. Он в 1977 году опубликовал, защитил докторскую диссертацию, в которой, значит, он реконструировал историю изменения уровня Каспийского моря в прошлом. Как он это делал? Это вот самое, что не наезд в геоморфологии и палеогеографии. Он изучал древние береговые линии, которые над водой, которые под водой, значит, датировал их и, значит, определил, как изменялся уровень моря за длительный период времени. Он показал, что, в принципе, для Каспийского моря плюс-минус несколько метров – это его обычный образ жизни. Как для других озер, бесточных озер, ведь оно только морем называется, на самом деле это озеро. Вот. У него нет столько, нет соединения с Мировым океаном. Вот. Для всех бесточных озер – засушливые зоны. Вот. Они могут, в зависимости от изменения климата, только лишь, вот, и сильно подниматься, и сильно опускаться. И вот в последние 2-3 тысячи лет, когда был современный климатический режим, вот, Каспий примерно, вот, там, в пределах 5 метров колебался. И он сказал, что, ну, слушайте, это нормально совершенно, ну, 3 метра упал, потом поднимется. Вот он в 77-м году это написал, а в 78-м он начал подниматься. Там стала другая проблема, что он стал подниматься довольно быстро и стал затапливать уже освоенные какие-то площади. И стала проблема, а он до каких вообще высот будет подниматься. В начале 90-х годов был проект, значит, Каспийской, северо-каспийской дамбы, так называемой. От Азербайджана до Туркмении, которая все-все низменные побережья Каспии, она должна была, значит, защитить от подъема моря. И стал вопрос, а до какой высоты насыпать ее? По стоимости это было соизмеримо с программой, значит, Звездных войн. А рычагов это не посчитал? Вот, значит, как это называется прогноз? Да. Назовется прогноз, вот до каких пор поднимется. Ну и прогноз это можно делать по-разному, можно на моделях что-то считать. Но ты должен знать, как климат изменится. Знаешь ты это? Вот откуда ты знаешь, как климат изменится? Это вот отдельный вопрос. И, значит, мы тут можем использовать метод, который мы называем метод палеогеографической аналогии. То есть мы смотрим, как себя явление вело в прошлом, в сходных условиях. И дальше переносим, говорим, ну понятно, здесь есть некая условность. Мы говорим, ну раз в прошлом, в сходных условиях это было так, значит, видимо, и сейчас будет так. Вот он, значит, установил, что в последние тысячи лет Каспий не поднимался выше отметки минус 25. А сейчас у него отметка, сейчас уже почти минус 30. А он снова стал опускаться. А тогда у него была отметка где-то минус 28. Другие говорили, что минус 22, минус 20. А каждый метр вверх это миллиарды рублей. Он выше минус 25, он не поднимется. Ну и, соответственно, значит, тоже была большая дискуссия. Слава Богу, никакой дамбу строить не стали. Потому что уже где-то в середине 90-х годов он встал сначала. Как раз на отметке около минус 27. Даже до минус 25 не поднялся. Постоял-постоял, а в начале 21 века снова стал падать. Теперь все быстрее, быстрее снова падает. А он сейчас упал так же, как он был в середине 20 века. Только тогда это воспринималось как катастрофа. А сейчас... Они уже понимают, что это нормальная закономерность для... Совершенно верно, да, да, да. Совершенно верно. Уже понимают, хотя хлопот это и проблемы, конечно, тоже несет. Не меньше, но и вопрос опять в прогнозе. А что же будет дальше? Вот как это спрогнозировать? Вот если закончить про Георгия Ивановича Рычагова, то это замечательный прогноз единственный, пожалуй, который сбылся. И по падению уровня, и по подъему уровня. Потому что все остальные основаны на точных методах водного баланса. Они имеют это точные, когда ты туда точные данные вкладываешь. А откуда ты знаешь, какой у тебя будет водный баланс через 10 лет, через 50 лет? Это тоже нужно прогнозировать. А тут уже начинается. Вот если вы посмотрите на прогнозы климата, которые IPCC, так называемый, выдает международное сообщество по климатическому прогнозированию, то, в общем, там очень хитро делают. Там так называемый сценарный подход. Значит, считают разные сценарии. Мы же не знаем, сколько будет выбрасывать углекислого газа вообще. Это основной драйвер считается сейчас изменение климата. Вот для разных величин выброса считаются разные сценарии. Вплоть до сокращения выбросов. Ну и получаются климатические прогнозы от чудовищного потепления к концу 21 века, а то похолодание. Прекрасно, пожалуйста. Берите, что вам нравится, что называется. Вам новый прогноз больше нравится. Да, но вот когда у нас стоят вопросы, а как у нас, например, будет вести себя Каспийское море, то мы тут разуем руками. А какой сценарий-то взять, чтобы это спрогнозировать? По этим разным сценариям оно себя будет вести совершенно по-другому. И мы приходим опять к тому, чтобы более-менее какую-то, чтобы хотя бы отфильтровать вот эти разные сценарии, мы должны обратиться к аналогам в прошлом. В прошлом были тоже теплые периоды климата, сейчас потепление климата. В прошлом были такие же потепления. Вот, например, известный так называемый средневековый климатический оптимум. Это когда викинги заселили Гренландию, это когда, значит, росли виноградники в Англии, вот, а потом наступил малоледниковый период, так называемый, где-то век с 14-го, как раз, когда Темза покрылась льдом, вот, и каналы, значит, в Амстердаме, мы знаем это по картинам, там, мало голландцев, когда те же поселения, датские поселения в Гренландии вымерзли полностью, да, вот ледники подвинулись в горах. Вот такие климатические события в прошлом были. Вот это средневековое климатическое потепление мы можем взять как аналог, значит, того, что, возможно, будет в прошлом. Как будут откликаться, значит, разные компоненты природной среды вот на это потепление климата. Давайте посмотрим, а как они в прошлом откликались на потепление климата, да. Поле древнее перед этим, так называемый климатический оптимум галоцены. Это примерно 6 тысяч лет назад, например. А вот еще один, там теплее еще было, да. Мы еще не достигли, мы сейчас примерно по глобальной температуре достигли или даже подошли только вот к этому средневековому климатическому оптимуму. На самом деле, так сказать, бывало и теплее гораздо на Земле, причем не такие далекие времена. Тут пока катастрофы нет никакой. Посмотрим, как себя все это вело. Ну вот что у нас получается для, например, по 100 курек, а Каспийское море в основном зависит его поведение, прежде всего зависит. Самая изменчивая и самая влияющая на его поведение фактор – это стокрек. Потому что стокрек, годовой стокрек, может меняться в разы. Даже у таких крупных, как Волга. В разы. Какой-то год там 150 кубических километров, какой-то год 500. Я могу тут абсолютные цифры, значит, чтобы меня гидрологи не побили, но вот идея в два раза точно. Сейчас у него 250, а уж какие-то годы 400, какие-то годы 150 точно такое бывало. Вот вам, пожалуйста, вот от этого в основном и зависит поведение Каспийского моря. Длительный период маловодия, оно начало падать. Ну и наоборот, он почему стал расти-то? Ну потому что изменилась, значит, изменилась климатическая эпоха, циркуляционная эпоха, значит, и в Подмосковье стало выпадать больше осадков атмосферных. Все это потекло в Волгу, и дальше Каспийское море, вот оно стало падать. Сейчас как бы наоборот. Вот мы видим, что в это средневековое климатическое потепление, от средневекового оптимума, например, значит, Каспийское море сильно падало. Значит, если вы приедете в древний город Дербент в Дагестане, вы увидите стены, значит, древней крепости, которые уходят под воду, потому что они были построены, значит, вот именно в это время, в раннем средневековье, где-то там 8-й, 10-й, 10-й век, и они были доведены до берега Каспий, а он тогда был значительно ниже. Есть разные оценки, насколько ниже, но вот самая, значит, такая экстремальная оценка, по-моему, минус 40 было, значит, достигало уровень во время этой регрессии. Всего лишь тысяча лет назад. Сейчас минус 30, значит, еще на 10 метров вполне может упасть. Андрей Валерьевич, вы руководите отделом палеогеографии четвертичного периода. Расскажите, пожалуйста, о самых интересных работах вашего отдела за последнее время. Чем вы гордитесь? Чем мы гордимся? Ну, гордыня – это грех, это не наш стиль. Мы просто работаем, стараемся публиковать в хороших изданиях свои работы. Ну, вот у нас есть несколько направлений традиционных, которые развиваются в нашем отделе. Еще со времен его основания был Андрей Алексеевич Величко, профессор, известнейший палеогеограф. Все-все четвертичники знают, естественно, эту фамилию. Вот он в конце 70-х годов основал лабораторию палеогеографии, которая сейчас у нас... У нас две лаборатории, которые объединены в отдел. Вот Андрей Алексеевич ушел из жизни в 15-м году. Я, соответственно, пришел на его место и стараюсь, естественно, поддерживать все эти традиционные направления, ну и новые тоже развивать. Вот одно из наших направлений – это изучение так называемой лёссово-почвенной формации. Что это такое? Что это значит? Это лёссы, это бывшая такая пыль, которая в основном во время ледниковых эпох, когда были сильные ветри, но мало растительности, была запалённая атмосфера. Она вот развивалась, ну, не скажу, прям от края ледника, это раньше так считалось, сейчас мы понимаем, что там в основном местные источники этой пыли. И она отлагалась там из долины реки, например, и отлагается в ближайшем водоразделе и накапливается за четвертичный период. Самый известный – это китайский лёсс, но там до трёхсот метров пыли. Причём эта пыль оседает в холодную эпоху, а в тёплую эпоху появляется растительность, и там образуется почва. Потом снова климат холодает, снова лёсс, потом снова почва. Это называется лёссово-почвенная формация. Это вообще, говоря, вот такой архив информации о климате, вообще природной обстановке континентальных территорий. Эти лёссы, такие же лёссы, не такие, конечно, как в Китае или в Таджикистане в последнее время. Даже мы много занимаемся, сотрудники нашего отдела. Но у нас на юге нашей равнины, на юге Западной Сибири тоже есть лёссовое отложение. Там 20-30 метров. Не 300 хотя бы, но 30. И это очень интересные архивы для расшифровки прошлого природной среды. Одна из лабораторий нашего отдела, лаборатория палеоархивов природной среды, которую руководит молодой кандидат наук Евгений Константинов. Вот они этим как раз сейчас занимаются на юге. И там очень интересные получаются интересные сюжеты. Но, в частности, из нового мы получили не так давно, лет 10-15, в свои руки инструмент для определения возраста этих отложений. Не только этих, но в том числе и этих. Раньше мы могли использовать только так называемый радиоуглеродный анализ. То есть датировать гумус почв. Даты по гумусу ненадёжны и пределы у этого метода 50 тысяч лет. И древние даты тоже не очень надёжны получаются. Поэтому считалось, что, значит, вот если вы видите в стенке разреза геологического чередования почва, лёсс, почва, лёсс, почва, то значит вы берёте шкалу климатическую. Тёплая эпоха холодная, тёплая холодная и как бы прикладываете их друг к другу. И таким образом определяете их возраст и дальше изучаете. Так вот, когда мы сейчас стали датировать их люминесцентными методами, так называемые, это такой передовой достаточно метод, начал развиваться только в начале 90-х годов, но тогда у нас в стране, сами понимаете, что было. поэтому для нас это, мы уже в развитии этого метода не участвовали, но мы зато теперь можем пользоваться его плодами. Много у нас сотрудничества было с зарубежными, с европейскими лабораториями. Вот этот метод позволяет получить время, когда эта пыль легла или песок, всё что угодно. И когда стали датировать, оказалось, что там много перерывов. И какая-то, например, почва считалась, например, что это было относительно тёплое время, так называемая брянская почва, что это 40 тысяч лет назад, оказалось, что на самом деле этой почве не 40 тысяч, около 100, примерно. Это совсем другая климатическая эпоха. Да, то есть, не только происходило накопление этой пыли, но где-то оно прерывалось. Или где-то было просто уничтожение, потому что ветер может не только насыпать, он может и сдувать, выдувать. Вот такие перерывы, которые ты на глаз, ты не увидишь их в разрезе, к сожалению. А вот если детально продатировать современными методами, оказалось, что много дырок. И это на самом деле кренным образом поменяло так называемую лесово-почвенную стратеграфию наших южных районов. Вот этим вот ребята сейчас занимаются, очень интересно. Потом ещё очень интересная работа, как раз то, о чём мы говорим, что ветер может выдувать. Огромные, в Приазове, например, огромные округлые впадины, пади так называемые, которые, так сказать, раньше были разные теории их происхождения, что это карстовые просадки, там ещё что-то. Но вот ребята показали, что это на самом деле форма выдувания. Форма выдувания, которая в прошлом, значит, ветры были настолько сильными, что они вот выдували, а они там размерами в километрах. То есть ветры были сильнее, Ветры были сильнее, да. Значит, вот недавно защитилась у нас кандидатская инсердация в нашей лаборатории Никита Сычёв, который как раз вот этим, ну, не падением этим занимался, как раз слёсовыми разрезами, и ему удалось установить даже направление ветров и источник сноса. Оказалось, что ветры были с востока на запад. Здесь вот, в Предкавказье, на юге Русской равнины. Это тоже ещё один штрих, небольшой штрих вот в эту нашу картину. Вот вы ещё, значит, значит, спрашивали, может быть, дополнение к тому, зачем всё это нужно, да. Мы должны иметь реалистичную картину прошлого. Вот. Для чего это может понадобиться, мы, так сказать, не знаем, но не можем сейчас предсказать. Мы просто знаем, что чётко совершенно мы должны иметь как реалистичную картину нашего нынешнего мира, в котором мы живём, так и реалистичную картину прошлого. Потому что постоянно это возникает, необходимость, необходимость в этом археологе приходит. Как вот с Каспийским морем. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот причину мы неправильно установили, что это из-за человека, да, и чуть было не нарыли каналов и не устроили экологическую катастрофу, вообще говоря, и ещё не израсходовали гигантские, чудовищные совершенно деньги, да, совершенно впустую, только на вред себе бы мы это сделали. Если бы, значит, мы, наконец, не пришли к тому, что, в общем, эти, значит, другая совершенно причина, а значит, и по-другому нужно к этому относиться. Вот. И то же самое, то же самое, то же самое и здесь. Поэтому, когда мы, например, пытаемся прогнозировать, используем ли это палеоаналоги, древние аналоги. Вот я вам уже про проблемы прогнозирования сказал, значит, мы рассчитываем сценарии, значит, один сценарий вот так, а другой сценарий вот так. И что? Спрашивается, а что же выбрать тогда? Нам же нужна вообще какая-то определённость. Понятно, что с прогнозами определённости быть не может, но хотя бы как-то представлять себе, не только как климат изменится, но и какая будет реакция на эти климатические изменения других компонентов природной среды. Вот про тот же Каспий, там тюлень Каспийский, живёт. Откуда он назывался? Одна из теорий была, что когда на севере были ледники, вот эти огромные озёра подпрудные возникали, и возникали водные пути, по которым, а он тот же самый арктический, который сейчас в Арктике, вот такой же вид живёт, значит, в Каспии. Ну, и близкий родственник. И вот, соответственно, многие до сих пор считают, что это в ледниковой эпохе, вот из этих подпрудных озёр, там как-то они сообщались с морем, и вот по этим водным путям он когда-то в Каспий проник. Но вам показалось, что не было подпрудных озёр, этих, по крайней мере, в последнюю. То есть это остаётся загадкой, как он там появился? Нет, это не загадка, там есть другая теория, что он пошёл южным путём через Средиземноморье и остался в Каспийском море со времён, когда оно ещё было частью океана. То есть это несколько миллионов лет тому назад, десяток где-то миллионов лет тому назад. Это не загадка, но скорее мы просто отсекаем здесь гипотезу, которая, которая, оказывается, не рабочая. почему? А потому что не было тех природных предпосылок, потому что это же биологи, это палеонтологи, они же это не изучают. А, слушайте, так он с севера, там же ледники у вас были. Значит, мы говорим, нет, реалистичная картина, такая же ледники-то были, вот озёр-то вот этих подпрудных, о которых вы говорите, или что-то последнее ледниковое эпохи, до этого они бывали, там озёр, озёр-то вот как раз не было. Какие у вас на данный момент остались главные загадки в вашей науке, на которые вам бы очень хотелось получить ответ? Меня спросили про направление исследования отдела, я только одно рассказал. Ещё одно традиционное направление, тоже я начал об этом говорить уже, это то, что можно сейчас называть таким модным словом геоархеология. Это вот, соответственно, изучение природной среды, природного окружения древнего человека. Это тесный контакт с археологами, она работала на археологических стоянках, с тем, чтобы реконструировать природную обстановку именно времени существования людей. От палеолита, от раннего, ну ранним мы меньше занимаемся, средним, вот поздний палеолит, и вплоть до Средневековья на самые разные археологические памятники. Нас зовут, вот этим мы тоже активно занимаемся. Значит, ещё одно направление, это изучение истории ледниковых покровов. прошлого. Значит, вот последнее оледенение, которое было, наш европейский, его называют скандинавский или феноскандинавский ледниковый щит, который, значит, распространился максимально в разных местах в разное время, там где-то 26, а где-то 19 тысяч лет назад в разных местах. Ну вот, его максимальная граница, она отрисована детально везде, кроме нашего сектора, кроме северо-запада России. Значит, вот здесь есть много, так сказать, проблем, и проблемы с возрастом этой границы, и с её положением. Ну почему? Это опять-таки, вот последние 20-30 лет появилось много новых методов, новых технологий, как, так сказать, это всё сделать. и везде это сделали, но мы в 90-е, начало 2000-х годов не до того было. Ещё у нас очень важное большое направление, это палеолимнология, изучение озёр, озёрных отложений, но с двумя целями. Во-первых, озёрные отложения это архив информации об истории озера как такового, вот этим вот у нас занимается большая группа восстановления, как изменялся уровень озёр. Тут тоже у нас много, так сказать, открытий, ну, маленьких открытий, но все они складываются в уточнение картины. Приведите пример такого. Ну, например, да, вот мы выяснили не так давно, что значительная часть озера Селегир, известного всем, была когда-то рекой. У нас даже такая статья вышла в журнале «Водные ресурсы». Речное прошлое озера Селегир. Потрясающе. Вот так называемый, если там взять посёлок Сележарова, так называемый Сележаровский плюс Селегира, это всего лишь какие-нибудь там, не помню точно, какие у нас там цифры получились, грубо говоря, 10-11 тысяч лет назад, это была река, которая вытекала из основного озера. Уровень озера был ниже значительно. Собственно, Волга, она вытекает из другой группы озёр. Там озеро Волго, так называемый, Пена. Но это, в общем, одна и та же система озёр. До тех, надо сказать, озёр мы ещё пока не добрались. Интересно. Планируемся. Вот, например, или вот, например, озеро Нейра, где Ростов Великий стоит, были разные, оно вообще близко и такое центральное, и там много археологических памятников вокруг. Соответственно, были разные реконструкции, как менялся уровень этого озера. Повышалось, понижалось, к этим береговым линиям привязывались памятники археологии разного времени. Но вот наша группа под руководством тоже Евгения Константинова долго занимались этим озером, отрабатывали на нем все методики. И что же получается? Да получается, что самый высокий уровень этого озера сейчас. То есть, он в прошлом никогда, по крайней мере, последние, я бы сказал, 20 тысяч лет, он никогда не был выше, чем сейчас. Он постоянно поднимался. Понятно теперь, что все, например, построения, связанные с тем, что разные археологические памятники, они привязывались. Почему они здесь были берег озера, поэтому здесь у нас стоянка археологическая. Потом он упал, а потом снова поднялся. Это значит, надо по-другому объяснять. Не поднимался он никогда выше. Выше современного. Ну и вот такие как бы крохи вроде бы, но они дальше дают свои ростки в другие, в соседние области, потом они соединяются вместе. Какое-то уже большое представление о том, как развивалась наша природная среда. Теперь еще, значит, вот чем знаменит наш отдел. у нас работали практически все классики одного из главных методов четвертичных полигеографии это споро-пальцевой анализ. Один из основателей этого метода вообще в нашей стране Владимир Павликович Гречук работал в этом отделе когда-то. Ну и такие фамилии как Хатинский, Климанов, Нейштадт, значит, ну и целый ряд других. Это все наши отделы. У нас есть, у нас наш отдел одна лаборатория здесь, другая, там в другом здании, вот там у нас целый висит ряд портретов. Вот. И сейчас мы продолжаем, вот у нас работают тоже крупнейшие специалисты в этом методе. Что это за споро-пальцевой метод? Это метод, который позволяет понять, какая в прошлом была растительность. По пыльце? Как это делается, да. Ну вот, аллергики особенно знают, что растения, значит, разбрасывают пыльцу. И пыльца это удивительное образование такое, оно удивительно устойчиво к природе. То есть, она может храниться миллионы лет. Ну, есть, конечно, такие обстановки, если она падает в какую-нибудь, так сказать, такую щелочную среду, там она, вот, таких карбонатов много, там она долго не живет, пыльца. Вот. А где-нибудь вот в торфяниках, в озерных отложениях, она будет сколько угодно лежать. Она удивительно прочная оболочка вот этих полин. И у каждого растения, у каждого, по крайней мере, семейства и даже рода, вот, у него вид этой пыльцы, вид пыльцы, так сказать, уникален. Поэтому можно их распознать. Ну, по видам уже сложнее гораздо разделить. Поэтому, когда где-нибудь, значит, вот почему мы лезем во всякую грязь? В болото, какого-нибудь, где торфяник, вот эти озера, значит, зачем-то лезем туда все в грязи, а мы лезем для того, что эти отложения, что торф в болоте, что илы в озере, они год за годом вот так вот накапливаются, в них сыпется этот пыльцевой дождь. Значит, растительность меняется, меняется состав пыльцы, который захоранивается в этих отложениях. Потом мы их берем послойно вот так вот, определяем возраст, выделяем эту пыльцу, это отдельное, так сказать. И этот метод был разработан в вашем институте, вашими специалистами? В принципе, этот метод, конечно же, был разработан, он еще известен с начала 20 века, но в нашей стране в 30-е годы прошлого века, да, вот на классике главный разработчик этого метода, Гречук, значит, вот он, Циклинская, по-моему, в Гене работала в геологическом институте, хотя вот Гречук работал здесь у нас, и мы можем, так сказать, считаться основателями этого бета, да, в России. Сейчас огромное количество, сотни специалистов, сейчас в разных шумах, и от метод используется споропольцевой, ну, в огромном количестве, не знаю, вплоть до пищевой промышленности, там, пыльцу в меде, например, смотрят, чтобы определить, а вот из чего реально там мед, например, сделают, да, в фармакологических целях тоже, потом аллергики изучают, там, в криминалистике, я не знаю, там грязь на ботинках преступника, да, откуда он, а он, оказывается, в оранжерее потоптался, где кактусы, потому что там остался, остался пыльцевой след, то есть вот, ну, а у нас, естественно, мы это используем для того, чтобы восстановить растительность прошлого. Ну, вот, для меня лично, в моей, так сказать, я как раз вот занимаюсь историей рек, вот, речных долин, как это все вот развивалось в прошлом, в связи с изменениями климата, вот, для меня лично такая загадка, это откуда у нас была вода, вот, какая была климатическая обстановка в конце последней ледниковой эпохи, которая дала вот эти, значит, большие русла в наших реках, вот. Это непонятно пока, да? Кстати, это непонятно, климатические модели не дают достаточно количества воды, значит, мы можем там как-то играться с ландшафтом, значит, мы можем его бронировать мерзлотой ландшафт, это было реально, да, это реально увеличивало сток, но похоже, что его все-таки не хватает, если просто, значит, взять те величины атмосферных осадков, которые дают климатические модели на этот период, и просто забронировать мерзлотой, то похоже, что все-таки не хватает, чтобы заполнить все эти большие русла, вот. Поэтому у меня впечатление, значит, что, наверное, даже вот наше, скорее, вот это противоречие, противоречие в любой науке, это на самом деле хорошо. Конечно. Потому что это их разрешение, главное, чтобы оно было не надуманным, а чтобы оно, так сказать, было реальным, чтобы разные группы фактов между собой не стыковались по принятым моделям их объяснений, этих фактов. И тогда это в конце концов может давать прорыв какой-то. Вот у меня впечатление, что, значит, если климатологи что-то подкрутят в своих моделях, то тогда эти модели станут лучше. А это ведь те модели, по которым мы прогнозируем климат. Значит, то есть, вот как нам понять, хороши ли эти модели? А пусть они воспроизведут климат прошлого, который нам известен. Вот когда они станут его воспроизводить хорошо, тогда мы скажем, да, ребята, мы верим полностью тому, что вы даете какие прогнозы на будущее. Откуда вообще взялась вода на Земле? Вода нам дана. Дана? От момента сотворения Земли. Она дана нам свыше. Геохимическим составом того протопланетного облака, из которого потом образовалась Солнечная система. Я бы так сказал. Как вы думаете, это нечто уникальное? Данность воды нашей планете? Или где-то она может быть еще? Видите, вот на Марсе тоже есть вода. Немножко, конечно, она в виде снега, льда, но тем не менее это дает Марсу шанс иметь какие-то в прошлом или сейчас какую-нибудь хотя бы бактериальную жизнь пытаются именно на Марсе найти. На Венере, извините, там водяные пары настолько плотны, плотная атмосфера. Так что для Солнечной системы это не уникально. Есть спутники Юпитера и Сатурнуса полностью ледяные и так далее. Для Солнечной системы это не уникально. Жидкая вода это да, потому что там условия не позволяют. А на Земле на самом деле примерно сколько было воды в самом начале, столько и осталось. Там немножко что-то улетучивается, что-то приходит, но очень больших пределов, благодаря чему, кстати говоря, развиваются так называемые методы стабильных затопов у кислорода, которые H2O. У него есть три изотопа. 18-й, 16-й, 17-й, 16-й. И, соответственно, главный изотоп 16-й. Но соотношение этих изотопов, оно всю историю Земли, сколько этих, сколько этих, сколько этих, в течение всей истории Земли было неизменным. И это основа метода изотопных методов, методов изотопной геохимии. В итоге образовалась не просто жизнь, а разумная жизнь. Появились ученые, которые задают все эти вопросы. А мы задаем эти вопросы ученым. И стараемся найти ответы. Спасибо вам большое. Очень интересно. Не за что. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok